Так, читаем письмо Дарии. Она была опубликована у меня в гостевой книге. И потом она вдогонку писала мне монетку фотографии. Ярко-красная внутри. Вот, сейчас я сходу не найду её письмо. Я, в принципе, хочу сказать, что уровень нашей, назовём её, секта нельзя называть, можно называть секцией, может быть, назвать настоящим любительским садоводством. Вот, и вот я дожил. Я отвечать не буду, я поприкалываюсь, потому что я горжусь тем, что у нас такой уровень. Вот ещё один кандидат в высшую лигу. В этом году у меня заплодоносила красно-листная колонна Ранетка. Плоды полностью внутри красные. Вкус изумительный. На следующем вебинаре я вам покажу эти фотографии. Ароматный и практически без тёрпкости Ранет. Но размер 15-20 грамм. Хочу увеличить её разъём. Внимание. Ракшина, значит, школа железа. Слушайте, я балдею. Привью её в крону... Привью ей в крону культурный сорт. Например, мельбу. Чернка-3 для инфицирования. Ну чё, валяться мне? Так. Срежу веточку с колонны. И перепривью на культурный сорт. Опылю пыльцой из крупноплодных яблонь цветы. С одной веточки. И в марлю оберну. Но велика вероятность, что сортовые признаки от красно-листной вообще растворятся. Александр Иванович Кузнецов. У него я брал осаженец. Порекомендовал высечь с неё семена. На его практике возможно получение семенцев размером плода до 40 грамм. Валерий Константинович, что бы сделали вы? Маратойкость отличная. Листья опадают до снега. Что на других колоннах я не наблюдал ранее. Да, колонны вообще в принципе это... Не успеваю сбрасывать листву. Вкус изумительный. Не хочу её убирать. Ну что я скажу? Вот мой ответ. Что бы я сделал? Подал выставку. Вас больше нечем учить. Вы сами способны творить чудеса. Благословляя на всё, что вы написали. Поговорим о вашем письменном вебинаре сегодня или скорее всего в следующий понедельник. Давайте в следующий понедельник. Потому что я не такой оптимист, как Кузнецов. Потому что при определенных условиях будет проход. А при других условиях... А какие это условия? Это не всё от нас зависит. Так. Спасибо.